Давайте будем начинать. Отец, мы благодарим Тебя за этот новый день. Это день, который Ты сотворил для нас, и мы будем радоваться и веселиться. Помоги нам, Господь, взять дань для Твоего славы. Мы поклоняемся Тебе, и мы благословляем Тебя, Господь. Во имя Иешуа. Аминь. Мы закончили говорить о праздниках. Вы рады? Ну да, некоторые детали о праздниках были не очень интересны. Сегодня я буду говорить о том, что, по моему мнению, поможет вам в служении. Я знаю, что вам это поможет благодаря тому времени, длительному времени, которое я провел на Украине. И когда ты находишься в стране 10 дней, то ты немного узнаешь о стране. Но если сложить вместе все время, которое я провел на Украине, то это получится 2-3 года. Ну, если считать, что по 2 месяца за раз. Я не понимаю Украину полностью, но я понимаю достаточно для того, чтобы обучать вас этому. И первое, чему я хочу научить вас, это внутреннее исцеление. Луки, 4 глава, 18 стих. Луки 4, 18. Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцеляться крышенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Здесь Иешуа вошел в синагогу и читал из Исаии, 61 главы. И Он читал пророчества о Своем служении. И здесь мы видим несколько частей. Во-первых, Он помазан. Дух Святой на Нем. И эти два факта идут вместе. Его служение состояло в том, чтобы благовествовать нищим, исцеляться крышенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, исцелять слепых, и отпустить измученных на свободу. В английском переводе сказано, израненых на свободу. Что пищит? Итак, Иешуа пришел не только для того, чтобы умереть на Голгофском кресте, Он также пришел для того, чтобы исцелить нас. В теле, душе и духе. Если у вас какие-то проблемы в теле, за вас могут помолиться, и вы можете получить исцеление. А если у вас болит что-то внутри, то это исцелить уже сложнее. Я никак не могу засунуть в вас руку, коснуться этой части, которая у вас болит, и исцелить ее. И вы сами тоже не можете засунуть туда внутрь руку. Вы знаете, что у вас что-то болит, но вы не знаете, что с этим делать. Давайте поговорим о том, что же это болит внутри нас. Иногда это происходит в детстве. Возможно, кто-то из членов вашей семьи плохо к вам относился. Говорил вам какие-то плохие слова. Может быть, на вас кричали. Может быть, вас обзывали. Может быть, над вами проявляли физическое насилие. И эти обиды были нанесены вам, и из-за этого вы ранены внутри. Иногда это происходит через развод. Иногда это происходит, когда кто-то умирает преждевременно. Я хочу привести вам некоторые примеры, с которыми я сталкивался на Украине. Некоторые из вас сказали мне, что вы воспитывались в христианских семьях. И это замечательно. Очень хорошо. Я рад. То есть, я бы очень хотел сам иметь это. Но некоторые из вас воспитывались в неверующих семьях. Однажды я разговаривал с молодой женщиной в городе Николаев. И я спросил у нее, обнимала ли ее когда-нибудь ее мать. И она подумала минутку и сказала, нет. И потом ее лицо изменилось, и она сказала, о-о-о, я вспомнил. Однажды моя бабушка меня обнимала. Один раз. И это не что-то необычное. Я встречаю людей, которые не могут вспомнить, чтобы их родители вообще их обнимали. Я думаю, что это относится к нескольким факторам. И один из этих факторов в том, что прежняя система правления на Украине, она старалась разрушить семьи. Старалась настроить детей против родителей и родителей против детей. Не было любви, не было доверия. И когда это длится два-три поколения, то это оказывает огромное влияние на семьи в стране. Когда я на Украине, один из предметов, который я преподаю, это как иметь христианскую семью. Я был на домашней группе в Кременчуге. Там было где-то 20 человек. И я говорил на эту тему, что такое христианская семья. Христианская семья – это там, где люди любят друг друга. Они обнимают, целуют друг друга, добры друг к другу. Молятся друг за друга. И так далее. И в завершении этого учения я спросил, кто хочет молитву? И все 20 человек, которые там присутствовали, они захотели, чтобы я за них помолился, чтобы у них была такая христианская семья. Однажды я был в селе под Мелитополем. Село называлось Тамбовка. В той церкви было человек 30. И я говорил о объятиях. И я сказал, что я люблю, когда меня обнимают. И я сказал им, что когда вы приходите в церковь, то братья должны обнимать друг друга, и сестры должны обнимать друг друга. И я вижу, что сейчас это уже происходит в некоторых церквях на Украине. И когда я закончил проповедовать, пастор сказал мне, брать Дэвид, я думаю, вы должны обнять каждого человека, присутствующего здесь. И я сказал, хорошо, 30 человек, это возможно. И я пошел всех обнимать. И я дошел до одной женщины, которая была на несколько лет старше меня. И большие слезы катились из ее глаз. И через переводчика я спросил, почему она плачет. И она сказала, что она не помнит, чтобы ее когда-нибудь обнимали. И я сказал ей, это объятие от вашего Небесного Отца. Недавно я был в другом городе на Украине. И я консультировал одну пару, у которых была проблема в браке. И муж был очень ранен в детстве. Он воспитывался в семье неверующих. И в той семье не было никакой любви. У него были проблемы, и он сидел в тюрьме. Когда он вернулся из тюрьмы, отец от него отказался, сказал, ты мне больше не сын. Ну, когда слышишь подобные вещи, то хочется плакать. И вот этот человек, который женат уже не один год, у них есть дети. Он не может правильно функционировать, потому что он был ранен внутри. И одно из проявлений этого заключалось в том, что у них с женой были постоянно какие-то споры, несогласия, раздоры. Я приведу вам пример. Допустим, я порезал руку. Ну, больно. Я мажу рану лекарством, заматываю эту рану, чтобы она исцелилась. И потом, в тот же день, я нечаянно ударяю это место. Что происходит? Это больно. Больно, да. Хорошо. То же самое происходит внутри. Когда человек ранен внутри, несчастливым браком, несчастливой семьей, ну, чем угодно несчастливым. И потом приходите вы. Вы верующие, вы всех любите, и вы хотите проявлять любовь к этому израненному человеку. Но с таким человеком общаться практически невозможно, при этом не ранив его. Человек настолько ранен, что он неправильно истолковывает то, что вы пытаетесь сделать. Он не понимает то, что вы пытаетесь сделать. В его сознании он думает, что все люди в этом мире хотят его обидеть. И вы безвинно говорите ему «Привет, как дела?». Вы безвинно говорите ему «Привет, как дела?», но он неправильно истолковывает вашу любовь. И это серьезная проблема. Вы видите, апостол Паул сказал, что наш цель – взрастить всех людей, всех верующих, чтобы они пришли в зрелость в Иисусе Христе. Но если у вас есть такой человек, то он настолько был ранен внутри, что просто не может стать лидером в церкви. Я еще вам что-то скажу о таком человеке. Скажем, вы находитесь в собрании верующих. И есть один человек, который постоянно причиняет какие-то проблемы, споры, раздоры. И поведение этого человека выглядит очень оскорбительно. И это говорит вам о том, что этот человек сам испытывает боль внутри. Потому что, давайте я скажу это так. Я скажу это так. Я скажу вам так. Израненные люди ранят других. Они испытывают такую сильную боль, что ранят других. Я знаю, о чем говорю. Меня в детстве неоднократно обижали. Я воспитывался в семье неверующих. И пока мы были баптистами, мы никогда об этом ничего не слышали. Но когда мы исполнились Духом Святым, мы начали получать это учение. И я помню, что особенно Шерон хотела получить это учение. И она прошла процесс внутреннего исцеления. И если вы собираетесь служить людям, то вы должны понимать, как работает этот процесс. И, конечно, некоторые люди ранены больше, чем другие. Давайте посмотрим в Лука 10, 9. Ишуа сказал, исцеляйте больных и говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. То есть, исцеление и Царство Божие идут рука об руку. И это не только исцеление тела, это также исцеление души. Сейчас, Шерон преподавала вам имена Бога. И Егова Рафа, Бог наш Целитель. В 22-м Псалме. Из слов Давида мы видим, что Он восстанавливает нас. В начале этой недели я сказал, что Бог есть Бог восстановления. И когда вы видите человека, который был сильно изранен и потом получает душевное исцеление, то Он просто как трофей Божьей благодати. И я могу сказать, что все присутствующие в этой комнате были когда-либо чем-то обижены. Может быть, вас обидел учитель в школе. Может быть, это был тетя или дядя. И, знаете, родители могут быть обижены собственными детьми. Вы родитель, и у вас бунтующий ребенок. Начальник на работе может относиться к вам очень жестко, даже жестоко. И тем самым он может ранить, обидеть вас. Исайя 57, 16. Я попрошу кого-то прочитать этот стих. Исайя 57, 15. 15. 15. 15. Господь говорит, что Он хочет оживлять наш Дух. «Оживить» — это значит вложить в нас новую жизнь. И Еремия 30, 17. Кто-нибудь, пожалуйста, прочитайте. Павел, Ваша очередь. И Еремия 30, 17. У нас здесь есть слово «восстанавливать»? Что-то не видно. What is the word used there? Does it have the idea of restoration? Could you read it in English? I'll heal you. What? I will heal you. Okay. Господь обещает, я исцелю тебя. You know, Psalm 102, it says that the Lord forgives all of our sins and heals all of our diseases. В 102-м псалме сказано, что Господь прощает наши грехи и исцеляет наши болезни. И then in Joel 2, 25. He says, I will restore to you the years the locust has eaten. Сказано, я воздам тебе за те годы, которые ела у тебя саранча. Now you see, suppose you lead a man to Christ, who has been an alcoholic for 20 years. Допустим, вы привели к Христу человека, который 20 лет был алкоголиком. Теперь он освободился от алкоголя. То есть, здесь сказано, что саранча съела у него 20 лет жизни. Или это могут быть наркотики, или что угодно. Но смысл в том, что Господь хочет восстановить, воздать вам вот эти потерянные годы. Я задам вам вопрос. Сейчас я говорю о ранах. Может быть, вы находитесь здесь сегодня, и вам нужно исцеление. Или, может быть, вы находитесь здесь, и исцеление вам не нужно. Вы на сто процентов исцелены, и у вас с этим нет никаких проблем. Если это так, то я очень за вас рад. Но раз вы были исцелены, тогда вы можете помогать другим исцеляться. Если у вас есть собрание верующих, и вы хотите поставить лидеров, то вы не можете ставить лидером человека, который испытывает эту внутреннюю боль. Сначала человек должен исцелиться, и тогда, когда эти воды жизни будут течь из него через край, тогда он сможет быть лидером для других. Теперь я хочу, чтобы вы это записали. Вот симптомы людей, которые нуждаются в исцелении. Первое. В вашей жизни есть что-то, что заставляет вас плакать. Второе. У вас есть воспоминания, которые причиняют... У вас есть болезненные воспоминания до такой степени, что вам даже сложно о них думать. Третье. Вам трудно иметь успешное взаимоотношение. Четвертое. Вы часто испытываете состояние депрессии, и вам не хочется молиться. Пятое. У вас столько проблем, что вы не можете молиться за других. Шестое. Вы чувствуете... Too fast. Is this seven or six? What? You are going too fast, they say. But I'll teach you. I'll go slower. Да, сейчас медленнее. What was number five? Number five. You do not feel free enough to pray for someone else. Вы чувствуете себя недостаточно свободным, чтобы молиться за других. У вас столько проблем, что вы говорите себе, как я могу молиться за людей, если у меня самого столько проблем. Шестое. Вы чувствуете себя пораженным в христианской жизни. У других есть радость. А у вас нет. И последнее. В вашей жизни есть грех, который не уходит. Вы постоянно в нем каетесь, а он возвращается. Например, гнев. То есть, у вас постоянно много гнева. И я прекрасно понимаю, что это такое. Потому что я сам был такой. Я злился на всех. И потому что я все время злился, люди не понимали, что со мной не так. А люди заводили со мной обычную беседу, и я вдруг начинал злиться без всяких видимых причин. Потому что я был как кастрюля, которая внутри постоянно кипит. И мне было легко дойти до такого состояния, что эта вода переливалась через край. Окей, так.